Сегодня еще одна представительница Чувашии на зимней олимпиаде в Южной Корее вернулась домой. Биатлонистку Татьяну Акимову встречали близкие друзья и журналисты. Спринт, гонка, преследование, индивидуальная гонка, масс-тарт и смешанная эстафета. Все это уже позади. Спортсменка рассказывает, своим выступлением осталась не очень довольна. Татьяна Акимова пять раз выходила на старт. Ее лучший результат 15 место в индивидуальной гонке. И девятое в составе сборной России по биатлону в смешанной эстафете. Я вообще очень рада приехать на родную землю. Вообще, когда встречают тебя столько родных, это такая огромная радость. И на душе очень приятно. А вообще олимпиада для меня это моя была мечта, которую всегда с детства мечтаешь. И у меня огромная радость за то, что посчастливилось все-таки поехать туда. Мы делали все, что могли и старались. И, конечно, можно было и получше. Мы старались обрадовать всех, кто за нас болел. У нас отношения в команде вообще хорошие. У нас очень была дружная команда. Несмотря на то, что нас поехало всего немного, но это нас не сломало. Мы, наоборот, стали более сплоченнее. Вся Россия болела за наших биатлонистов. Лично за Татьяну Акимову сотни людей в Чувашии держали кулачки. Больше всех, конечно, переживали мама и муж. Вячеслав Акимов – двукратный чемпион Европы среди юниоров, как никто другой понимает, как важно сохранять душевное равновесие в соревнованиях такого уровня. Стараюсь даже иногда стрельбу не смотреть, чтобы не нервничать лишний раз. Переживаю. Мне очень сложно в плане эмоциональной нагрузки. Очень сильно. И Таня переживала, и мы переживали. Поэтому, слава Богу, что все прошло. Сейчас будем разгружаться, отдыхать и готовиться к последующим стартам. Сейчас у Татьяны есть две недели на отдых и восстановление. 8 марта в финском Кантиалахте стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону. Татьяна Трофимова, Анастасия Лангина, Республика.